Сегодня главной ключевой темой нового выпуска хайп новостей будет большое интервью Джова прямо на стриме на целый ряд действительно громких и волнующих очень большое количество людей тем. Во-первых, Джофф очень негативно выразился про Гранни, про Левшу тоже рассказал много чего интересного негативного части про его аудиторию и позитивного про самого Левшу. Также большой скандал Джова с Шотником, Джов прямо на стриме слушал, так сказать, небольшие оскорбления или точнее выразиться на смешке от Шотника в сторону Джова, комментарии Джова действительно заслуживает того, чтобы это все увидеть. Выпуск будет очень интересный, сегодня не будет никаких других новостей, потому что очень много чего Джов сказал на своем стриме, я сейчас просто все это выписал, переписываю, так сказать, напечатал весь стрим Джова. Самые интересные вопросы и ответы по поводу битвы блогеров, последних хайп новостей, Гранни, смотрите дальше скорее, давайте начинать очень большое вступление сегодня. Ну правда, выпуск интересный, обязательно просьба отдельная поставить лайк, поддержать рубрику, потому что мы поднимаем часто скандальные темы, они вызывают разные эмоции у людей и лайки очень сильно нужны, чтобы рубрика продолжала существовать. Хоть это и скандально, но тем не менее это интересно и я думаю просто любопытно знать последние, хоть иногда это сплетни, но все равно новости. Начинаем. Ставки на спорт 1xbet Быстрые выплаты 1xbet Большие выигрыши 1xbet Надежный букмекер 1xbet Эй, дружище, загляни прямо сейчас в описание к ролику, там есть уникальная ссылка на сайт спонсора 1xbet. Перейдя по этой ссылочке, введи бонус код, бомбилка и получи целых 6500 рублей халявы на первый депозит. Скорее спеши, акция может закончиться. Погнали! Итак, всем еще раз привет дорогие друзья, с вами как всегда ваш бомбилка, сегодня я проведу новый выпуск хайп новостей, это не удивительно, потому что я постоянный несменный ведущий этой рубрики вообще этого канала. Ну и как всегда начнем мы с победителя, от нашего ежедневного розыгрыша премиум танков, вот его комментарий с игровым ником и вот наш чеково плате. Сегодня этот парень получает премиум танк Валентайн 2, а точнее полную стоимость этой машинки в голде. Дружище, не забудь обязательно принять твой подарок в премиум магазине, чтобы он начислился тебе сразу прямо на аккаунт. Там все очень просто, просто зайди и прими подарок делов там на 2 минутки. Ну а в этом ролике мы тоже будем разыгрывать премиум танк для наших зрителей, подписчиков, обладателей колокольчика и комментаторов. В общем условия я почти сказал, но давайте еще раз их так сказать остаточно расскажу вам. Для участия в халяве в розыгрыше премиум танка в этом ролике просто подпишитесь на канал, это первое, поставьте лайк этому видосу, это второе, нажмите на колокольчик, это третье и оставьте позитивный комментарий с игровым ником. Вот прямо сейчас, даю буквально 2 минутки, сверните видос, прямо сейчас сверните, вот сверните. Лайк, лайк прожали, вон лайк, лайк, лайк там, очень важно это для рубрики нашей, подписка красная, колокольчик прямо сразу после подписки появился и комментарий пишем с игровым ником, чтобы выиграть премиум танк в этом ролике. Кстати, недавно вчера играл на сайте нашего спонсора и выбил там очень-очень много голды, обязательно скоро это все раздадим на стримах, так что прожмите колокольчик, чтобы не пропустить эти трансляции, стримы будут в ближайшее время очень интересные. Все, теперь переходим к интервью Джова. В общем, все началось с того, что Джову прилетел донат, сейчас зачитаю сам донат, который Джову на стриме залетел. Ку Джов, вчера шотник на стриме сказал, что Джов четвертое место занимает, это удел Джова, пусть знает свое место, грани и иные такого же мнения. И спросил, собственно, что Джов об этом деле всем думает и о тех скандалах, которые часто разразились. Что отвечает Костя? Сейчас буду читать ответ Джова, иногда останавливаться, добавлять свои комментарии по этому поводу. В общем, читаю прямой текст, цитирую Джова, буду как бы я говорить сейчас от имени Джова. То есть я читаю то, что он сам сказал. Ну, если он, то есть шотник, реально такое сделал, то ему просто, ну, это некрасиво, конечно, так делать. Но с грани там все понятно. Парень полгода всех обсирал или год, что никогда не будет рекламировать рулетки. Потом сам начал рекламировать рулетки. Ну, скажем так, человек не искренний и двуличный. А шотник не знаю я. Честно говоря, был о нем самого хорошего мнения. Просто, может быть, он что-то другое имел в виду дословно. Он сказал не это. У меня с ним всегда были хорошие отношения. Прервемся на секунду. Про шотника дальше будет очень интересно. Джов будет смотреть тот момент, где шотник, так сказать, и немножечко подшучивает на Джовом. В общем, сейчас все узнаете. Итак, что мы из первого отрезка интервью, так сказать, увидели? Прямого текста этого. Что Джов негативно, в принципе, относится к грани. Он негативно относится к тому, что люди вот так вот за глаза, собственно, оскорбляют. За глаза подшучивают. Дальше он еще об этом позже скажет. Но, если честно, до этого я думал, что Джов игра не скорее друзья. Потому что у них были совместные стримы и даже были общие стримы, где они играли чисто вдвоем. Но, видите, как эта битва блогеров вывернула все отношения напрямую. Люди иногда показывают, кто они есть на самом деле. В этой ситуации я, конечно, отстанусь в полном нейтралитете. Не буду ни за Джова, ни за Грани, ни за других. Но, конечно, в целом могу только сказать одно свое мнение, одно свое отношение. Не должен был никакой другой блогер ни над кем вообще из своих конкурентов подшучивать. Это было бы вот в идеале. Но разве тогда были бы хайп-новости? Конечно же нет. Но, тем не менее, это все интересно. И интересно увидеть этих людей, которых все так смотрят активно на чистоту. То есть, они, конечно, играют на публику. Они, конечно, показывают одно. Каждый из блогеров хочет показаться идеальным, хорошеньким и таким вот беленьким, пушистеньким. Но, на самом деле, все, конечно, кардинально по-другому. И вот битва блогеров в какой-то степени. Все эту, всю эту грязь, все эти скандалы, которые до этого как бы не показывались. Блогеры просто скрывали и как бы боялись грязных хайпов, фурдизлайков в свою сторону. Но сейчас это все вылилось. Продолжаем. Дальше. Сейчас опять начинаю читать текст Джова. То есть, вы понимаете, как бы, я Джов. Я говорю от лица Джова. Погнали. На самом деле, в этой ситуации редко кто себя грамотно повел. Это левша. Зрители у него, конечно, жутко неадекватные и токсичные. И он не прав в том, что никак их не воспитывает. Дословно, сейчас цитирую Джова. Не воспитывает, он сказал. Но сам он сказал правильные вещи. То есть, то, что Джов на четвертом месте, это ни о чем не говорит. Это просто говорит о том, что Костя давным-давно перестал играть только в танки. И играет во все остальные игры тоже. То есть, здесь, сейчас я правочку свою внесу. Джов говорит о себе в третьем лице. Так что, это все еще прямой текст. Продолжаем. Поэтому, у него уже смешанная аудитория. И я об этом говорил в своем стриме тоже. То есть, Джов об этом в своем стриме говорил. Но, типа, когда у тебя на канале половина зрителей смотрит другие игры и только половина танки, сложно конкурировать с каналами, которые заточены только под танки. Вот левша, как бы он парень умный. Он все правильно видит, зрит в корень, как говорится. Итак, опять беру паузу, чтобы прокомментировать. Но еще не все. Сейчас будет про Шотника очень интересное, так сказать, заключение. Где прям Джов посмотрит момент, где Шотник над ним троллит его, так сказать, прикалывается над ним на стриме. В общем, что из этого кусочка мы выделим? Что Джов позитивно относится к левше. Но меня, если честно, немножко насторожила фраза, что Джов считает, что левша одни прав в том, что не воспитывает свою аудиторию. Мне вот интересно, можно ли вообще воспитывать аудиторию? Наверное, можно. Не знаю, как-то рассказывать людям, как нужно правильно себя вести. Но будут, будете ли вы люди правильно себя вести? Все равно каждый сам за себя, каждый знает, так сказать, свой предел. А в интернете во многих ситуациях люди просто не чувствуют ни границ, ни стыда. А если в жизни вы там, ну, не подойдете, не скажете матом, вот, как некоторые в комментариях, вот, один из вас, кто-то там хейтеры смотрит, пишет просто откровенные гадости в комментариях. Просто в реальной жизни, ну, думают, наверное, такое люди. Вот, мне кажется, думают друг про друга. Люди, все-таки многие общества у нас грязновато сейчас, особенно в 21 веке. Хотя я не знаю, как было раньше, как было в том же, в 20-м, в 19-м веке. Ну, особенно в начале 20-го века, там, во времена революции и прочего. Наверное, все эти качества тоже были присущи людям, собственно, без этого никак. Но, опять-таки, Джофф еще раз упомянул тему. Я уже говорил, кстати, у меня была левша о Джове. Посмотрите видос на канале, я ссылку по возможности в конце, если не забуду, оставлю. Перейдите, посмотрите, что именно говорил левша про Джова. Там даже вставочки со стрима были. Будет интересно. Я абсолютно здесь согласен с левшой и, скорее, даже согласен с Джовом. Именно вот о причинах его провала в битве блогеров. Ну, а те люди, которые, те блогеры, которые за глаза, конечно, полностью обтирают. Это, ну, на мое мнение, тоже не есть хорошо. Хотя здесь палка о двух концах. Сколько каждый блогер на своих стримах льют друг на друга. Все абсолютно я не знаю. Я просто не все стримы смотрю. Что вы мне скидываете в рубрику для хайп новостей и в личку. Иногда читаю. А, кстати, если услышите на стримах, что блогер про других блогеров что-то говорит, кто-то кого-то обсуждает, какие-то интересные новости, скидывайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании. В темах в группе ВКонтакте справа есть тема. Обсуждение материал для хайп новостей. Скидывайте туда и темы, которые попадут в выпуск, получат от 500 до 10 тысяч голды. Вот такие вот планки. Обязательно это делайте. И если хотите выиграть голду, если вы смотрите стримы блогеров, почему их смотреть просто так, можно скинуть бомбилке какую-то инфу, и я буду меньше мучиться искать, и вам голда. И вы мне поможете, и я вам. Дальше. На этом еще не все. Засчитаем заключительную часть рассказа Джова об этом всем. Джов Прошотника. Я ее назвал. Опять-таки перехожу сейчас к прямому цитированию Джова. Так что знайте, я есть Джов. Начинаем. Вот, знаете, ребятки, так бывает. Общаешься с человеком, абсолютно все нормально. Приглашаешь его на стримы, хорошо к нему относишься. А потом начинается какая-то говноакция, в которой ты проигрываешь, и тебя обсирают за глаза. Реально. Потом Джов показал на стриме момент, где Шотник сказал, что четвертое место – это удел Джова. И Джов еще добавил, что хорошо все это время относился к Шотнику, и никогда про него и плохого слова не сказал. На этом интервью заканчивается. Ну, никак не интервью, а высказывание Джова на стриме об этом всем. Еще раз подведем итоги последнего отрезка, и добавлю кое-что интересное. В последнем отрезке Джов именно включил на стриме место, где Шотник у себя это сказал. И немножко с расстроенным лицом говорил, что хорошо относился к нему, и обидно, что Шотник за глаза такое говорит. Жду в комментариях от вас мнения по поводу этого всего конфликта. Кто прав? Считайте вы, что прав, Джов. Или Шотник сказал правду, или вы за Градни, вы за Левшу. И обязательно пролайкайте мнения людей, которые вам симпатизируют по поводу этого всего конфликта. И мне будет интересно почитать и в следующих выпусках Хайп Новостей более подробно вам это все разжевать и еще раз подвести какие-то итоги. Потому что мне кажется, это все только разжигается. Сейчас материала для Хайп Новостей, наверное, предостаточно. У меня даже лежат темы, о которых я хочу сказать. Но все, никак не могу найти время. Это все будет на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, потому что будут интересные новости. Битва блогеров продолжается. Все еще жарче, все еще скандальней, все еще интересней. С вами был ваш Бомбилка. Перед вами итоги боя. Не забывайте ставить лайки прямо сейчас, перед тем, как закончите просмотр. Просто лайк поставьте. Это очень сильно поможет нашему каналу. Спасибо от души всем. Каждый, кто поставит лайк, я обещаю, вот каждый, кто поставит лайк, у него все в жизни будет просто обалденно. Вот поставьте и проверьте. Но с вами был ваш Бомбилка. Всем удачи. Увидимся. И переходите на другие ролики, особенно у Левши. Интересное интервью на нашем канале. Зацените. И про Деда Артовода классный ролик. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok